Всем привет! В руководстве к Пендиум 4 было написано, что количество ядер решает. Однако, как показала практика, это не всегда так. Так сколько же процессорных ядер нужно играм в 2020 году? Смотрите это видео до конца и вы найдете ответ на этот вопрос. На днях я уже выкладывал тесты нового Core i9-10900K. Однако тогда тест заключался в противостоянии с Ryzen 9 3900X. Сегодня же предлагаю посмотреть на тесты против старого i9-9900K, который буквально недавно был лучшим процессором. В этом видео мы с вами выясним, насколько у нового i9-10900K вырос FPS по сравнению с i9-9900K. И после этого можно будет определиться, есть ли смысл переплачивать за новинку тем, кто только собирает ПК. А также этот тест будет полезен тем, у кого уже стоит i9-9900K. И они сейчас думают, есть ли смысл обновляться. В целом, если не углубляться в подробности, то новый процессор получил на 2 ядра больше. Теперь на его борту 10 ядер и 20 потоков. Если кто не знает, у i9-9900K было всего 8 ядер и 16 потоков. Также в 10-м поколении добавили немного L3 кэша, до 20 МБ. Ну и естественно не стоит забывать про частоты. i9-9900K мог буститься максимум до 5 ГГц. Новинка же способна покорить частоту в 5,3 ГГц. Ну а насколько это даст прирост в играх, посмотрим уже в самих тестах. Как и в прошлом тесте, 10-900K тестовый стенд был самый топовый. Ведь топовым камням нужна и топовая видяха, иначе зачем они тогда нужны? Ну а перед тем как перейти к тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунда делов, а мне будет приятно. Система на i9-10900K была собрана на материнской плате Asus ROG Strix Z490F Gaming. Для Core i9-9900K использовалась материнская плата Gigabyte Z390 Gaming X. Обе системы работали с 16 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance RGB Pro на частоте 3600 МГц. Также в обоих системах стояла топовая видеокарта RTX 2080 Ti от компании Polite, версия Dual. Все тесты проводились в разрешении Full HD при максимально возможной графике. Оба процессора работали в абсолютном стоке со своими родными бустами до 5 ГГц для i9-9900K и 5,3 ГГц для i9-10900K. И в первом тесте Ассасина можно заметить явный прирост 10-го поколения. Я конечно не буду обращаться к астрологам, но я бы не стал менять i9-9900K на 10-е поколение. Так как прирост FPS не столь серьезен, и на обоих системах игра работает шикарно. Но при сборке с нуля можно конечно задуматься и о i9-10900K. Ну а теперь давайте посмотрим на результаты в бенчмарке CSGO. Победа ясное дело за i9-10900K, что и требовалось ожидать. Но прирост в 6% явно говорит нам о том, что пора продавать все скины с кейсами и бежать в магазин за новинкой. Конечно если у вас в инвентаре завалялись лишние 1000 долларов. В хитмане результат уже более смахивает на смену поколения. i9-10900K обошел старичка на 12%. А прирост кадров по очень редким событиям явно нам намекает, что дополнительные ядра имеют место быть. Ведь как многие знают, хитман очень хорошо задействует все ядра процессора. Один из подписчиков просил, чтоб я добавил в тесты игру Jedi Fallen Order. Так вот, в этой игре i9-10900K выиграл на 10% по среднему FPS. И неплохо так вытягивает показатель очень редких событий. Однако в целом это прирост скорее от частоты ядер, чем от их количества. В Kingdom Come Deliverance прирост составил 5 кадров по среднему FPS. В плане производительности Full HD это неплохо. Но если втулит разрешение 4К, то вы представляете во сколько превратятся эти 5 кадров. Но сегодня мы говорим не о 4К. Так что оба процессора неплохо справляются с игрой. Но кардинального прироста в 10 серии i9 я не наблюдаю. В PUBG прирост и вовсе мизерный. Отчетливо выросли только очень редкие события. Но опять же, эта игра не оптимизирована нормально и под 8 ядер. Поэтому тест на 10 ядернике был чисто для галочки. В SnowRunner прирост от 10 поколения уже ощутимо заметен. Особенно по редким и очень редким событиям. Игра неплохо распараллеливала нагрузку и дополнительные ядра ей явно пошли на пользу. В достаточно старой игре Ведьмак 3 ситуация по среднему FPS практически равная. Оба камни отлично справились с игрой. Но у i9-10900K более уверенный прирост по редким и очень редким событиям. В целом, если подводить какой-то итог, то оба процессора отлично себя показывают в играх. Два ядра дают небольшой прирост. Однако пока что играм они особо не нужны. А вот увеличение частоты ядер явно позитивно сказалось на производительности. Если коротко ответить на вопрос, сколько ядер нужно играм, то я бы сказал, что это должен судить каждый сам для себя. Я недавно выпускал тест Ryzen 3 3300X, ссылка сейчас плывет вверху. Так там всего 4 ядра. И я бы не сказал, что обычному геймеру нужны все 10 ядер нового i9-10900K. Ведь 3300X спокойно справляется со всеми актуальными играми. В основном гонка ядер заделана на будущее. Через пару лет, возможно, играм понадобится минимум 8 или 10 ядер. Но в текущих реалиях покупать процессор именно для игр с огромным количеством ядер смысла никакого нет. Разве что с запасом на будущее. Ну а вы напишите в комментариях, сколько по вашему ядер нужно играм в 2020 году. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok